Особенно со старыми друзьями, с теми, кто пришел первыми фотографировать, можно выкладывать из себя на страничках в фейсбуке, особенно. А если вы нам подадите, мы даже разместим ваши фотографии на нашей страничке. Меня зовут Соколова Надежда, я буду вести сегодняшний перформанс. Как-то я их все время, последние 3-4 года все чаще веду, все меньше играю. Очень надеюсь, когда-нибудь нависать упущенное, вернуться на сцену и снова играть. Ну, в общем-то, у меня вроде неплохо получается это дело, поэтому я делаю это с удовольствием, с большой любовью. Так, театр зрительских историй, плойбек-театр, который будет играть в вашей истории. Здесь люди хорошо знакомые с плойбеком, я вижу. Кто вообще не знает, куда попал? Есть. Не прикидывайся там. Нет, кто не знает? Кто? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. О, прекрасно! Нет, прекрасно. Вы же не знаете, что будет происходить. Вы, наверное, самое большее, что вы успели это почитать про это. Или спросить, может быть, тот, кто вас пригласил. Вас пригласили, да? Пригласили. Ну, ждите впечатлений после этого. Нам-то они ничего не скажут, вот вам-то точно. Ну, в общем-то, собственно, наша жизнь состоит из историй очень разных. Красивых, не очень красивых, грустных, веселых. Ну, в общем, всяких-всяких разных. Как правило, это история взаимоотношений. Взаимоотношений с людьми. Взаимоотношений с самим собой. Отношений к себе и к окружающему миру. Вы можете рассказать про все про это. Про ваши достижения. Про то, что у вас не получилось. И наоборот получилось очень хорошо. Вы этим гордитесь. Кого вы победили, а кому вы проиграли. В общем, про все. Про все-все-все. Потому что мы никогда не сдаем преимущественно тем своим перформансам. С нашей точки зрения это ограничивает наших зрителей, рассказчиков. Они начинают лихорадачно думать, а что мы в этой теме, вот в этой, можем сейчас предложить. Поэтому мы предлагаем рассказывать все. Детей у нас тут нет. Поэтому это тоже хорошо. Скажем прямо. Материться можно. Что? Материться можно. Вот какие-то другие истории есть. Гриша, ты не новичок. Поэтому на твои вопросы не отвечай даже. Здесь приличное место под названием Гиперион. А, простите. Я, видимо, не понял, куда попал. Классика. Облагораживает. Вот прямо на носу, на меня смотрит Смоктуновский. Ну что ж теперь делать? На мальчиков сейчас будет смотреть. Тоже бородатый. Вот стоит на этой елке. Книга. Гений называется. Смотрите, сейчас как им будет играться. На них гений смотрит. Бородатый. Ну, ладно. А проект наш играет только мужчиной. Ой, господи, мы его давно делаем. С 11-го, с 10-го очень давно. Все там какие-то древние в этом вопросе. Но, тем не менее, людям нравится, когда на сцену выходят мужчины. И играют все женские роли. Знаете, вот когда в старом театре, в древнем, когда там, особенно на Востоке, на Кавказе, нельзя было играть женщины. Играли мужчины. Единственное, что они не закрывают свои буро, города никуда не прячут. Поэтому, три бородатых мужчины. Мальчики, выходите. Дмитрий, Алексей, Евгений, Андрей. Тоже бародатый. Ваше впечатление, ожидание от сегодняшнего? Как вы настроены? Вы привели подругу. Вас зовут Наталья. У меня не такие истории заранее. Нет, я не про историю. Вот про какое-то ощущение. Вы сюда попали. Вы пришли рано. Да. Встретиться пришли. Ага. Осваивали пространство. Привели подругу. К чему вы их привели? Встретиться, да? Ага. Прекрасный повод. Я давно на полу уже на вашу. Все собиралась. Вы же здесь все хорошо. Мы решили совместить. Приятное с полезным. Приятное с полезным. Ну что же, для Натальи. Приятное с полезным. Давно была, не видела. Вот еще и по-другому встретилась. Это история. Нет, это не история. Нет. До истории мы дойдем. У нас сейчас разминка. Мы с вами разминаемся. Не они. Мы с вами разминаемся все вместе. Давайте увидим. Приятно. Полезное. Приятно. Так где же оно? А ты куда нас привела? А тут чего? Я очень соскучилась по мужскому парафону. Да-да-да-да, мы-то знаем. Представься зрителям. Меня зовут Аня. Добрый вечер. Я прям так по ним соскучилась. Уже сто лет не было перфоманса. Наконец увидела. Я уже там... Что? Ужской? Да сто лет не был? Ну, может быть, я бы посетила. Соскучилась. Так, еще? Еще что-нибудь будет у тебя? Ну, точно очень сильное чувство, что скучала. Скучала по ним. Да, я так рада, что он по ним. Ой. А давайте мы для Анны сделаем это как по лифу. Давайте. Когда-то давно я видела мужской перфоманс. Это было давно. Вы меня бросили, да? Вы бросили меня? Вы нас бросили? Как вам? Я так давно не видела мужчин. Вы не подумайте, чего я этих так давно не видела. Я так... Я так по ним... Скучала. Может быть, есть надежда? Может быть... Может быть, есть. Да что? В первой части, такой вступительный, это для тех, кто тебе нравится здесь. Мы собираем, делимся состояниями, переживаниями, чувствами, впечатлениями какими-то от своей жизни. Вот каких-то ситуаций, в которые вы попали. Вот. И мы это играем. А потом мы переходим уже плавно к истории. А потом мы завершаем и прощаемся. Спасибо с вами. Примерно так. Я вижу руку. Я вижу. Марина, я тебя представлю. У меня очень маленькая. Мне немножко стыдно, что это постоянно приходит мне в голову. Но я сегодня пришла на перфоманс. Я сегодня помяла свой помпон. Дело в том, что я целый год его перегла. И... Кто есть помпон? Вот этот вот любимый. А-а-а! Я его положила из-за жары в сумку, положила на нее руки, и он здесь помялся. Я правда огорчилась. Я его трясла вот там, я поправляла. То есть, мне вот стыдно вот об этом говорить. Вы знаете, к вечеру не расправилась. Прости. Вы меня извините, но я не... Нет, нет, вспоминаю именно про это. Конечно, хочу погрузиться. Так, Марина, давайте, ребята, для тебя сделаем селфи. Давайте увидим. Спасибо. Есть любимая шапочка. Еще есть любимый помпон нам. Я его очень люблю. И все время я обращаю на него внимание, но тут я его помял. Есть. Естественный порядок вещей. И в нем присутствует... В нем присутствует сама жизнь. И над ним давлеет смерть. Есть. Есть росток, который колеблется между жизнью и смертью. Между жизнью и смертью. И каждый раз он возвращается к жизни. Между жизнью и смертью. И ты, может быть, даже и не хотел. Но сделал. Есть. Воспоминания. О том, как тебе было стыдно. А есть радость, радость от того, что все прошло, и тебе уже нечего стыдиться. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давай я склею две истории, точнее, две этих эмоции про стыдно и про давно не виделись. Про стыдно так, это твое будет стыдно, что твое давно не виделись. Безусловно, это будет мое стыдно и мое давно не виделись, я никому его не отдам. Давай, с чего начнешь? Стыдно, потому что каждый раз, каждый божий раз, когда я прихожу на твой брат, я сижу и присутствую. О чем такое сказать, чтобы не подумать, что я дурак? Вот, а давно не виделись, мне кажется, что я, ребят, на сцене не видел вот с того самого перформанса, когда я повис у вас на рукаве и сказал, возьмите меня в студию. Удачно повис, надо сказать. И вот, вот, прошел уже сколько, почти год, да? Нет, не прошел. Не прошел, не прошел, не прошел. Ну, почти. Восемь месяцев. Да. Девятый пошел. Пошел девятый. Вот. И я снова вижу Лешу. На сцене. Да. Это очень здорово. Я прям в очередной раз в том же восторге, в каком я это был в первый раз. От стыда к восторгу, от давно не виделись. Трансформация. Давайте. Ой, дурак. Ой, шо я несу-то такое? Ну, они-то не знают. И не узнают. Только нужно собраться и найти нужное слово. Ой, дурак. А я все равно скажу. Пусть мне и будет стыдно. Ой, дурак. Ой, дурак. Это мы. Это да, это мы. Да, да, да. Да, да, да. Правда, мы тебе нравимся? Правда. Правда. А я помню, как он висел у нас на рукавах. Кричал, возьмите меня. И тогда ему стыдно не было. Она была приятной. Ой, какая голь. Год ждал. Большое спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, получил, видимо, что хотел. Вообще. Ну, хорошо, давайте продолжим. Ну, те, кто первый раз, чем-нибудь поделитесь. Это они все для своих, хорошо знакомых. А для незнакомых-то они по-другому. Могут. Нет ничего. Вы же по такой погоде пришли сюда. Вот, стрички. О, вот. Оставьте еще раз. А, меня зовут Нина. Так, я перед тем, как выйти сегодня из дома, зачем-то заглянула фейсбук. А, посмотреть, где вы играете, потому что я была уверена, что Гитерилов, товарищ, который приглашал знакомиться с Лойбетом, мне сказали что-то про Сарпуха. Служил? На фейсбуке, там, на карте, в другом месте. Ну, в общем, я решила достовериться и заглянула. И он мне написал, Нина, не забудьте взять зонтик. Ну, я, конечно же, его не взяла. Ну, перемещалась, если бы, ну, перемещалась, да, под дождем. Ну, как-то я на это не обращалась внимания. А тут вот до вас добираться. Как-то я была так мало, я думала, как же, там, заложила маршрут, чтобы поменьше идти. В итоге пошла от чистых прудов, хотела там погулять по чистых прудам. А такой дождик прям сильный был. Я думаю, нет, не буду гулять, прям пойду прямиком. Сначала я просто так шла, и она такая, ну, что ж я фейсбук-то не послушала. А потом как я расслабилась, а у меня еще, тоже мне про помпон напомнила. Муртка хорошая, любимая, думаю, не жалко, что-то есть разводы осталось. Я как расслабилась, и стала получить удовольствие. А еще когда к прудам подошла, вообще замечательно. Вода как, ну, вода, дождь. Очень большое удовольствие от прогулки. Хорошо, что я не послушала фейсбук. А, ну, давайте, про удовольствие от прогулки, что не послушала фейсбук. Ну, давайте для Нины. Я многозначительно кашляю. Он, я поняли, значит. Жи, блин. Что? Жи, Бэ, давай, увидим. Жил-был зонтик. Я очень люблю гулять. Особенно под дождем. Ну, непонятно, почему-то, когда дождь, меня все время забывают. Почему? Жил-был Марк Цукерберг. Почему? Почему эти русские никогда меня не слушают? Что бы я ни говорил, что бы я им ни велел, они все делают по-своему. Понять этих русских невозможно. Даже не пытайтесь. Я пробовал без полиции. Жило-было недоверие. Нет, я вообще-то не совсем недоверие. Я знаю. Доверяй, но проверяй. Вот давайте проверим. Что этот фейсбук рисует на карте? Да. Серпуховская. И он хочет, чтобы я после этого взяла зонтик. Ну, я вас умоляю. Жили-были люди, которые слушаются фейсбук. Мы сейчас пытаемся найти книжный клуб Гиперион Дозерпуховской. Дозерпуховской. Ищем. Ищем. И не находим. Почему? Почему? Жил-было обычный весенний дождь. А ведь я предупреждал. Я предупреждал, что пойду. И все будут мократься. И зонтиком, и куртком, и пулпоном. Они гуляют, не обращая на меня внимания. А вот дедаща Пуховской все с зонтиками заметят себе. Бродят, как идиоты. Вот эти, на прутах, не проще. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Какое? Сова разнообразная. О моем детстве. Вот и все. Абсолютно. Подробности? Готовы. Вы так легко, так рассказали об этом. У меня такое чувство, что я даже кое-что прочитала, дальше строчка побежала. Не услышали. Да, 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 да. Давайте мы сделаем из... Вроде как бы и нет истории. А какая ведь история, согласитесь? Квадратно-речная, посетили воспоминания. Вроде как и с детства. Мы даже не знаем про ее детство еще, согласитесь, да? Она не хочет делиться детством. Она готова видеть все, что вы ей предложите. Я бы все, что детством делиться не осталось. Особенно таких. Давайте. Что-то в виде зарисовки на тело. Сделаем. Свободно, непринужденно, спонтанно. Все, что в голову придет. Квадрат Малевичи видели все. Сейчас мы посмотрим. Может быть, у вас что-то пересечется с актерами поселенной? Давайте увидим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тебе действительно это интересно? Знаешь, пожалуй, уже давно пора бы привыкнуть. Главное, что мы висим в музее, а не на нас смотрят. А думают вообще непонятно о чем. Это же искусство. Что-то за что-то зацепилось и вот, знаете вам, черный квадрат. Ну, вот по поводу черноты и квадратности я бы помолчал. Ну, я-то вообще, по-моему, вот-вот, я-то знаю, какое буйство красок у меня в душе. Как можно назвать квадратом предмет, у которого ни одного прямого угла, ни одной параллельной стороны? Вот как квадрат. Как можно называть меня черным? Вы хоть раз близко в меня вглядывались? В кракелюр заглядывали? Удивительно, он вроде не очень квадратный. По-моему, он сам в себя не верит. И критики много. Но, удивительно, как это может соединить с чем-то другим большим. Это какое-то чудо. А я вот вам что скажу. Приезжайте в Куриш, посмотрите на меня. Это еще никто вспомнит. Такая зарисовка на вашу тему. Черного квадрата. Это. Кто готов продолжать? Меня Кася зовут. У меня что-то в последнее время сбился какой-то внутренний навигатор. Я обычно очень хорошо ориентируюсь и планирую время, пространство. А тут что-то постоянно как-то выбираю самые неудобные маршруты, самые долгие, сложные, где-то попадая в какие-то пробки. В общем, что-то очень как-то сложно стало. Сегодня я шла сюда, думаю, Катя, на Китай-городе не надо срезать углы. Ты это знаешь. Почему-то я все равно стала срезать. И как всегда. И как всегда? Как в последнее время. Хорошо. Катя, это получилась целая история. Как вы ее назовете? Название вашей истории есть? Не знаю, наверное, про внутренний навигатор. Про внутренний навигатор. Кто будет играть в вас? Вариантов нет, только три. Я не знаю, как это зовут. Кого? Кого? Да, Евгений, да. Евгений будет играть Катю. Дмитрий и Алексей найдут в вашей истории те роли, которые мы хотыкнулись. Давайте про внутренний навигатор. Увидим эту историю. Продолжение следует... Слушай, это давно я обновление закачивал. Пойдем, я проведу тебя короткой дорогой. А углы резать? Обязательно. Надо сокращать расстояние. А ты мой внутренний навигатор. И... А у тебя честные намерения, конечно. Тогда пойдем. Самое, что ни на есть. Я тебе покажу весь этот год. Мне кажется, я тут никогда не была. Пойдем. Потому что с Китай-города. Можно повернуть налево. Вау! И ты увидишь право. А потом свернуть еще направо. И с левой стороны ты увидишь стену плача. Иерусалим. Я чувствую, но ее не дождемся. А-а-а-а-а-а. О-о-о. Да-да-да. А если еще зайди вот тут вот в логоек, можно заглянуть в литеранскую церковь. Как раз место нельзя пропустить. Давай зайдем. Только быстрей, быстрей. Там еще Грузия ждет. Тихо. А вот потом уже может. Если не повезешь. Ну я же, как честный человек, должен показать все. Ох, не дожди. Смотри. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, первой не будет. Извини. Ты, как дочь полка, в очередь. Ну она просто своя, 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 совсем своя. Итак, история. Сказать любую историю из вашей жизни. Это обязательно условие, чтобы вы были участвовали в этой истории. Можно? Да, вас зовут? Наталья, вот там есть тул рассказчика, я вас приглашаю. Я бы хотела рассказать про такое маленькое подтверждение, ну, может быть, моего анализа по жизни, ну, как жить, я не знаю. Сегодня была ситуация по работе, наверное, больше. Сначала, в общем, мой день начинался замечательно. У меня была встреча с приятным человеком, ну, по делу, все прошло тоже хорошо, конструктивно. Потом я провела какое-то время с друзьями, все настроилось на рабочий лад. И в моих планах было все максимально быстро, ну, не быстро, а без косяков сделать и вечером прийти сюда. Потому что я давно собиралась, опять же, посетить это мероприятие, перформанс, и очень хотела. И в какой-то момент, уже ближе к вечеру, мне пишут ребята по работе, что какие-то проблемы нужно пересогласовывать, нужно что-то передумывать, придумывать, и это все касается, ну, внутренней организации согласующих. В общем, они-то из вас не договорились. А я как исполнитель, как бы, у меня тоже включил этот процесс, хотя не стоило бы. И я очень нервничать начала, хотя обычно я очень понимаю, что стараюсь относиться к таким ситуациям. Вот. И, значит, я вот нервничаю-нервничаю, думаю, ну что же я злюсь. И я очень не люблю эти эмоции вот в себе. Включил уже расслабляющую музыку, все дальше работаю. Я работаю дома, поэтому мне, ну, проще настроиться. Вот. И тут у нас случился звонок. То есть в такие-то моменты лучше разговаривать, ну, так, вживую обсуждать. Вот. И после разговора уже я, ну, успокоилась, как ты снова стала доброй. Я поняла, что все вот такие внутренние проблемы и злость на человека, они очень просто решаются, когда ты говоришь, но говоришь даже не обязательно о проблеме, а, ну, просто в спокойном, может быть, тоне о каких-то вещах, ну, более, наверное, по делу, ну, безэмоционально даже. Вот. И, ну, я, по крайней мере, отвлекаюсь. Или, если это каких-то, может, бытовых ситуаций касается, то я сразу же люблю человека, думаю, все, ну, что я там, ну, что я там, ну, что я не знаю, там, злюсь на какую-то мелочь бывает, хотя все очень здорово и все общение, ну, куда же будет. Кто играет в вас? Не знаю. Не знаете. Так. У вас будет играть Элькси. Вашу злость и вообще злость по жизни. Не только вашу, но и карту такой. И вашу, и не вашу. Будет играть Дмитрий. А добротой будет Евгений. Так, резюмируем еще раз. Чем заканчивается история? Я? Я? Да. Тем, что я продолжаю работать над собой и общаться с людьми, даже когда мне это не особо хочется, я романтируюсь. Но с позитивным настроем. Ну, так, чтобы эти негативные эмоции не ушли. Отлично. Давайте увидим эту историю. Богом. Relax. Спасибо. Ну что, что это? Он от собой-то работает. Он надо мной работает. Холит, лелеет. Это доброта, по-твоему? Я позитивная доброта. Мне не место рядом с вот этим. Это ты-то позитивная? Я, да! Я позитивная доброта! Чем ты позитивная? Я несу добро, ты понимаешь? А я реальность. Повезло, что я работаю. Пописываю чётко, честно, в отличие от некоторых. Как им повезло. А я плод работы над собой. Знаешь, сколько лет я вырабатывалась? Я не спонтанен, а постоянно. Я, можно сказать, перманент. В крайнем случае, можно о них забыть. Чё? Ну вот, ты грубый животный. Животный этот? Об этих людях, которые вызывают вот это всё во мне, можно просто забыть. Грубый живот. Можно простить им многое. Уйду я от вас. Кому? От вас! Поработаем надо мной, и он уйдёт. Скоро уйдёт. Музыка мелодичная. Дыхание. Позитив. Да. Позитив. В схватке самураев нет проигравших. Ах! Победитель. Всё решается одним ударом. Главное, не забыть стряхнуть кровь с мечет и с достоинством набрать его. И продолжить. Будь. Я позитивный исполнитель. Я её точно. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо... Подожди... Нас густит! Ах! Это своя, это своя. Продолжаем. Бежим, бежим со зла. Вас зовут? Меня зовут Шитарий. О чем? История — это случай с моими соревнованиями, не экспертом. Я занимался лакомошным боем русским. Особенность этих соревнований в том, что там не было ни возрастных, ни половых, ни рисовых категорий. Значит, я мог ничто угодно. Когда были первые мои соревнования, там система проиграла бойцы. Называют мое имя, называют имя моего соперника. Я смотрю, там стоит такой здоровый обвал, спецназ живется военной форме, садился на шпажат, там ухо, ухо, ногу прикладываю. Мне было за 17 лет. Три года тренировался только. Ну вот, у меня сейчас выйду, проиграю. И что я сюда приходил, там, тренировался. Вот, тренер подпадрил, я вышел. Вот на этом адреналину я добавил. И как это было внутри? Что происходило? Ну, сначала волнение, потом только там лонг, не знаю, просто инстинкт и все. Все, что тренировалось, там, что-то быстрее. И вот победа. А что тогда внутри происходит? Сначала, фух, потом радость. Потом я занял третье место на дисплиновании, и брал только своего тренера. И он тоже тренером? Красиво. Да нет, пожалуйста. Попадай. Уберегает вас, Виталий. Спасибо. А, смотрите, мы можем назначить сейчас... Я думала предыдущая... ...назначала, наверное. Если у вас есть потребность, то, что еще кто-то был назначен на роль, вы хотите увидеть это, это не обязательно может быть другой человек, это может быть предмет, ковер. А, кстати, происходит это на какой поверхности? Песок. На песке. То есть это может быть все что угодно, даже что-то не обязательно материальное. Ну, знаете, там делать соревнования, и просто делать. Я не просто могу. То есть там мучают, а здесь. Ужариваются. Так. Хорошо. Давайте так мы сделаем. Мы сейчас их не будем назначать на роль, они найдут в вашу историю себе те роли, которые у них откликнулись, и которые придут в процессе. Ну что же, давайте увидим историю про вашу победу. Да, так. Готов big. И вот так мы, среди своих necessарее все Parent овечем. А что делать, если я внутрь поймусь? А ты тренер? Не важно, забудь все Ты одна надежда на то, что ты что-то выстрелил У тебя есть чем выстрелить, это идея Он как рукопашная стрельба, это сильно Ну страшно же Тихо, 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 сейчас он посмотрит, посмотрит Тебе только один выстрел А так, бояться поздно Мама! Поздно, ты уже опоздал бояться А, чё это было? О, а кто это его? Или ты выстрелил? В рукопож, ну, не было. А я тебя этому учил? Ну, наверное, да. А ты кто, тренер? Уже не важно. А вот ему придётся уступить. Хотя бы и завозить. Тренер всё-таки. А? А потом выстрел только один. Я уже опасаюсь. А. 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 Спасибо, что поделилась с вами. Спасибо, что поделилась. Это чудесное время, и вроде бы пора в Москву возвращаться. Все представляют жизнь, все представляют, что такое сельский туалет. То есть это некое такое строение, и там небольшое отверстие, и там внизу бездна, назовем ее так. В общем-то, все банально. И перед тем, как уехать в Москву, хозяин дома решает посетить это место. Он туда идет, выходит с расстроенным абсолютно, и говорит, ребята, ключи упали от машины. Значит, что делать? Мы вообще все не знаем, что делать. Ну, как-то мы походили вокруг этого домика волшебного, паукали-паукали. И молодожен, то есть наш друг, свою молодую жену, миниатюрную блондинку метр пятьдесят, призвал на помощь. Что он сделал? Он пришлось, он держал ее за ноги, а она путем, ну, только и любовь, наверное, оправдывает. А она путем, так сказать, каких-то вот своих вот ухищрений, искала эти ключи на дне вот этого всего процесса. Абсолютно реальная история, ребята, абсолютно. Вот, потому как надо было выбираться из Владимирской области, 150 километров, и без ключей мы не могли бы оттуда уехать, мы не знали, как. В итоге героическая молодая жена нашла, типа, вот. В общем, мы вот в этом во всем, никакой воды там нет, там какой-то колонезо где-то в конце деревни. Вот в этой во всей волшебной атмосфере мы ехали в Москву. Вот такой вот практически свадебный путешествие не забываю. История абсолютно реальная. Почему я сейчас вспомнила, не знаю, почему. А вы наблюдали за этой картиной со стороны. Да, я просто всегда девушка была таких комплекций, что меня никто не предложил. И тут в самый раз, когда я обратилась, как это здорово, что я фигуристая дама, форматная, а не стройная блондинка. Потому что, понятное дело, что туда блондинку опустили, не меня. Потом я была в гостях. Домик был хозяйский. Вот такая вот история. Ну, теперь поделитесь. Я извиняюсь, может, я кого-то это построила. Это правда же я. Ну, правда, куда идти? Да, это правда же. Ну, не знаю, может, она не форматика? Ну, блин. Может, я, но тем не менее. Может быть, о находчивости? Наталья, да подождите, вы не торопитесь. Вы меня тоже поймёте. Так, куда? В театр? Он не помню, чем просил. Он уже занимается 8 месяцев. В студии. В студии. Так, Наталья. Да. Давайте мы вот так вот по истории, вот как вы идёте, просто про ваши ощущения, какие-то эмоции, да? Ну, вот, приехали. Как вам отдыхать туда? Всё хорошо, отлично. Отлично. Всё сначала, да. А потом вот начался какой-то кошмар. Подождите, так, подождите, нет, кошмар-то, он начался. А что у вас происходило? Ну, какие, что вы там испытывали? Когда обнаружилось, что это случилось? Да, вы знаете, смех невероятный. Вот они, это истерика, на грани вообще истерики. Смех всеобщий, потому что это всем кажется безумно весело. Вообще как-то так случилось. В принципе, все, извините меня за жаргон, ржали всю дорогу. И когда девушку держали за ноги, когда она там рылась, и всё это... Подождите, 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 Наталья. Так, вот когда начался процесс поиска, вот какие у вас были эмоции, ощущения, переживания, впечатления? Вы знаете, ну, я была очень рада, что это не я. Я очень чётко помню это ощущение. Да, радость, расстройство за подругу. Ну, все так были немножко пьяны чуть-чуть. Ну, как бы это понятно, деревенская, сельская жизнь, так вот, да, всё это в те годы, это было как бы допустимо. И вот, и, соответственно, жаль бы его подруг душа. Ну, она справилась, молодец. Я со мной уже такая личная дама, уже у неё трое детей, всё хорошо. Но эту историю мы вспоминаем частенько. Ну, да, и эту историю вы вспоминаете. И как вы ее вспоминаете? Ну, да, мы не говорим, Геночка, там нет, что-то в деревне не есть. Хотя уже больше этого здания нет, уже построен нормальный санитарный, так сказать, блок, уже такого невозможно. Но воспоминания остались на сегодняшний день. И когда вы вспоминаете о том, что в недавней деревне не есть, или что-то сказать? Ну, так она немножко уходит от темы. Они любят ее вспоминать, потому что она на самом деле наиболее страдавшая в этой истории. Потому что, ну, кроме нее никто не мог нам помочь. Она в домашнем домашнем. Так, там Наталья, как бы... Да, всё! Не надо! Возможно и можно было. Но Наталья, почему-то все решили, что надо было так. Наталья. Мужчина же. Наталья, да, Славки. Нина не отвлекает. А как вы назовете свою историю? Недоразумение. Недоразумение. Более не менее. Не менее. Печалька, печалька. Печалька. Ну, так. Хорошо. Так. Мы не будем вас выбирать на роль. Мы не будем выбирать никого на роль. Давайте. Да. Давайте увидим эту историю. Просто как она услышалась у актеров. Я не вижу другого варианта здесь. Давайте. А вот та худенькая, симпатичная. москвичиня вообще. Интересно. Как она тут у нас? Ну, вроде, как люди, и экзотики. Ну, да, москвича, нормально. Нормально. Хотя, как это? Экзотика. Что, собираются еще? Ну, потихоньку. Ну, в общем, понятно. Не, вот та другая тоже симпатичная. Ну, худенькая вот она. А мне вот так и гуристая. Да ты не понимаешь, смотри. Да это ты не понимаешь. Да смотри, как машина у них хорошая. Вот что. А, ну, машина у них там случилась. Че? А че? Че? Это он грустный такой вышел. Вроде, наоборот, должен быть счастливый. Не облегчился. А твое, да худенькое, смотри. А, твоя радуется. Что ж за народы-то москвичи-то, а? Своих баб в нуждик макает. И как часто. Может, они ищут чего, а? Так, ты только не жду, выйти помогать, ты. Не-не-не. Не-не-не. Прикольно. Не, ну, прикольно, да. Экзотика, да? А моя-то хороша. Ну да, вообще да. Твоя симпатичная. А, ну, да. В худенькой че-то не то было бы. Я, пожалуй, им не буду говорить, что у меня магнитные релевки есть. А ты че, уже? Да я думал, что уже все, видишь. До свидания. Не-не. С этим по глазам я никогда про магнитные скажу. Слышите, мужики, а я вот на че подумал? Ну вот. На что эти москвичи готовы, шоу, в Москву добраться? Это ж такой ценой. Не знаю. Я в трактор сел, отверткой ткнул, и он поехал. Все. Все, киша, что моя уехала. Ну, может, приедет еще. После такого-то. Так не ее же. Зато вспоминать буду долго. Да и мы, пожалуй, все. Тебе только не лепнет, что у меня магнитные релевки. Видите? Да ладно. Дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Дни идеи. Дочь полкает. Это Соня. Здрасте. Здрасте. Давно ли произошла твоя история? про маленькую землю сегодня стали не будет так о чем а лучше подруги давай за три года не слышали еще про лучшую подругу ни разу у меня есть лучшая подруга я с ней учусь в одном классе и из всех придурков учащихся в вашем классе она одна из самых нормальных и мы с ней хорошо общаемся достаточно много мы с ней занимаемся любительских фотографий то есть как я занимаюсь фотография она занимается модельным делом параллельно я ее фотографирую она это публикует ну обе это публикует в нашей группе в соцсетях так и вот и мы настолько регулярно это делаем что настолько фотографиями у меня просто у меня компьютер начинает зависать надо удалять я не могу все это удалить это что все так красиво я просто когда смотрю на фотографии мне так самооценка повышается какие у меня фотографии хорошие не прекращаем фотографировать последний раз во вторник мы ходили с ней фоткаться в целительном вот мы так хорошо фоткались мы выбрали самый лучший день между дождем и дождем так вот самые лучшие деревья да пустарники да скамейки дорожки да я с фотоаппаратом на фроз и вот у меня есть у тебя и у меня есть лучшая подруга да Иришка Иришка История История у меня есть лучшая подруга Иришка да никого ты выбирать не будешь так нет они сами выберут кто тебя играть будет так как вообще получится давайте увидим смотри туда на меня еще пара таких фотосессий я ловлю нахрен бог места нету может уже удалить что-то ну как такую красоту посмотри как красиво посмотри как красиво слушай а если тебя заархимировали то тогда все время смотри нельзя будет все время смотреть а что все время то смотреть красота то какая красота то красотой да еще чуть-чуть и смотри будет ничего покажи есть что смотреть слушай так же нельзя ну вот это же все слишком много слишком удалять раскладывать ну Сонь ну как можно ну как это можно удалять ну что сонечка ну ты же адекватная это я Сонечка 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 я порядок в твоей голове это она адекватная Сонечка это самая адекватная в нашем классе бардак я поэтому с тобой и дружу сонечка ну пожалеете уже меня а что еще мы едем будем пожалеть снимать будет красивой да у нее самой такой же тоже висит тоже уже пора что у меня что у меня есть некие правила организации информации про ну как то хоть как нужно упорядочить это все например об диск слэш двоеточие ц ц еще с точки зрения профессиональной фотографии я вам как профессиональный фотограф скажу нет плохих фотографий вот если хотя бы одному человеку эта фотография нравится она должна здесь быть нет плохих фотографий все фотографии хорошие все фотографии плохой компьютер ну почему они все должны быть здесь плохо ему плохо видишь синяки под глазами какие глянь у компьютера да да и вид изможденный потерпи да коли да коли терпеть а ну пока новый компьютер очень профессиональный з у э с точки зрения нарцисса если мы фотография есть и я как она может быть плохой Что значит, я там не получилось? Я там уже есть, это прекрасно! Даже если у тебя там есть ровно столько, это самая-самая лучшая моя часть. Самоуважение росло и росло! А можно ещё? Жёсткий диск купить и приставной пух. Пошёлый! Ёмкий! Там все повестимся! Зачем все? Важно, что там повестилась я! Да, Сан? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это твоя благословица, да? Да. Ну, хорошо, спасибо тебе за это. Ну что ж, есть желающие? Есть. Ну, давай. Не закончилась тема? Спасибо. Ещё не отпустила? Не отпустила. Это другая история. Ну, это другая история. Садись. Барина. А здесь история этого года, она началась где-то в середине декабря. Поздно ночью я стояла на кухне, пивоводу, стояла тихо. На кухне зашла мышь. Я так немножко обдрогнула. Потом подумала, ну, мы лояльно относимся к мужам зимой. Я думала, ну, до весны, весной, надеюсь, уйдёшь. Она прожила, кормилась крошками из пакетов пустых. Мы специальные крошки выбрасывали. Весной я убрала её в какашки, найдя, где она там надела, и после этого вычистив это место, ну, думаю, я дала понять, что пора уходить. А тепло уже, уже такая ранняя весна, действительно исчезла, всё чисто так. Через неделю я нахожу какашки в коробке, где туалетная бумага. Я была тронута. Потому что, точнее, этот ящик, он закрытый. Я не знаю, как она его нашла, потому что, строго говоря, ящиков полно, она именно там начала кататься. Вот. Но терпение наше кончилось тогда, когда она... Ну, мы же все крошки уже убрали. Она, значит, такая аристократка. Да, она что натворила? У нас всегда печенье лежит, всю зиму лежало, закрыто лёгкой плёнкой. Я случайно нашла, что она в каждой пачке печенья сделала тончайший надрез. Его невозможно было увидеть. И так аккуратненько выгрызла. В общем, перепробовала всё печенье. Значит, да, и пьёт она, кстати, у нас наша эстетка. Ну, я её называю эстетка, но я не знаю, может, это и мальчик. Значит, пьёт она исключительно самую чистую воду из осмоса. То есть она ни в одну раковину не заходит. Она там, ну, судя по следам, видно, где она пьёт. То есть в креднику пьёт. Короче говоря, мы решили купить ей мышеловки. Но из-за того, что она вот такая вот эстетка, решили купить пластиковые, чтобы её не убить. А, значит, потом вышло, да, на участок. История, говорю, скорбная немножко для меня. Вот, мы действительно купили пластиковые. Они действительно не убивают. Вот. И она попалась в первую же ночь около дистиллированной, ну, около вот этой астматической воды. И погибла, видимо, с первого же удара. То есть её тонкая натура просто это всё не выдержала. Вот. И... Но при этом она как бы произвела на меня достаточно сильное впечатление своей вот этой вот своей культурой, поведения. Просто, я бы сказала, не совсем животное поведение. То есть она института, какие-то вещи. Мы её, значит, вынесли во двор, почётно. Её съел местный кот. И как бы погибла она не как, ну, воровка, а как в битве. Да, в битве с реальным эмоцией. Её запомнят как... Ой, Марина. Ты потрясла мне, что вы видели. Она меня тоже, если честно. Всё. Кто тебя играет? Кто играет Мыша? Меня играет Женя. А Мыша играет Мёша. Аристократический. Дмитрий найдёт себе твоя история, ту роль, которая у него появится, походу. Давайте увидим эту историю. Мир, если называть вещи своими словами, катится в благость. Но есть, есть примеры истинного благородства. Вот сколько уже работают тут домоводы. Нет. Такой у нас ещё не было. Вы посмотрите, какой достойнейший. Какой... Как он движется. Посмотрите, как он ест. Какое вино он выбирает. Он выбирает уже, или уже подбирается. А что значит подбирается? Пробки-то проверьте. Такой... Марин! Такой надрезик. Сразу-то незаметно. Но перепробовал уже всё. Ну, вы поймите, что маленький надрез – это аристократический надрез. Это не какое-нибудь быдло, которое возьмёт и разворотит это печенье. Какое печенье? Быдло – это выбухать целую бутылку. А все и гребут. Нет. Где бы найти такое благородство? А вы ему мышеловку подарите и найдёте. Он будет рад и благодарен. Какой-нибудь такой поэлегантный, поязыскный. Пластиковый пойдёт? Фи! Фи! Оно прозрачное и элегантное. Одноразовое? Нет. Нет. Фи! Это… Он самый худший, ты зря. Не переверяешься, если ты будешь, но он зря. 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 А как разборчик? Я бы даже сказал «приверирую». На мой путь, зря. Мышь, эй, мышь, научи меня жить так, как ты умеешь. Отведи меня, мышь, за собой. Ох, не советую. В мир благородных. Ох, не советую. А то мне как-то в этом мире иногда, ну, уээ. А ты думаешь, ему в этом мире не уээ? Ему… Да. То мышеловка не подходит, то вода, понимаешь, не такая. Я бы всё-таки, наверное, вместе вот эти печенья, ну, как-то, не ею. Ну, как-то. Так, он ещё будет советовать, да? Он ещё будет тут навязывать, знаешь, свои точки зрения. Вы мышеловочку приготовьте, а я уж его там… Смерть близка к тебе, мышь. Жизнь тут, как на дух, сложена и полна опасностей. Это не смерть, это судьба. Выпьем же за это. Пора. Спасибо. Она осталась для меня такой же загадкой. Спасибо. Спасибо. Есть? Кому надо обязательно рассказать историю. Таня. Меня зовут Таня. Моя история будет про мои границы. Границы в отношениях с людьми. И, на самом деле, задумалась я об этом, когда пришла сюда. Я вообще очень люблю плейбэк. Достаточно часто хожу. И для меня это всегда такое наслаждение. Я всегда хожу либо с друзьями достаточно близкими, либо хожу с одним близким человеком. И все остальные, в принципе, мне не знакомы, и мне об этом комфортно. Ну, как говорят, что, ну, ты можешь в поезде рассказать в купе абсолютно незнакомому человеку всю историю своей жизни, и часто не делишься с каким-то приятелем. Ну, каким-то историем. И поэтому для меня плейбэк это что-то такое, что я либо со всем близкими людьми готова делить, либо с вообще незнакомыми, да, которые, ну, в принципе, в моей жизни не играют мне какую-то особую роль. Сегодня, когда мы пришли, Ксюша мне сказала, что почему свет не выключают. Ну, типа, обычно как будто приглашают свет, и я тоже подумала, что как-то обычно как будто бы выключают. Не уверена, что так и есть, но ощущение такое было, что как будто обычно бывает потемнее, и как будто вот этой интимности сегодня такой атмосферы для меня не хватило вначале. Ну, ладно, я сидела, думала об этом первой половиной перфомансе, вот. Ну, в смысле, я следила за тем, что происходит, но все равно об этом думала. А потом я обернулась и увидела своего коллегу, это Семен, вот, да, и я, ну, начала думать про наши с ним дела, у нас с ним есть совместный проект, и я, в общем, ну, подумала, ну, сначала такая думала, да блин, ну почему я даже здесь думаю про работу. И, в общем, мне стало так в какой-то момент некомфортно, потому что, ну, я понимала, что всегда мне виноват кого в том, что он здесь и я здесь. И понимала, что, ну, это мои, как бы, ну, мои чувства, и, в принципе, мне с ними разбираться, и это, ну, моя задача как бы с этими границами разобраться. Ну, я подумала, что реально я не готова какими-то вещами делиться с людьми, которые вот находятся на такой средней дистанции между самыми близкими и незнакомыми. И я сидела и реально весь перфоманс напрягалась и думала, блин, что я вот эту историю не буду рассказывать, эту историю точно не могу рассказывать. И реально подумала, что единственная история, которую я готова рассказать, это, собственно, вот про эту самую ситуацию. И строить про границы. Да? Да. Которую мы сами устраиваем. Кто тебя сыграет? Нет. Нет. Всё. Больше выбирать никого не будем. История про границы. Давайте верим. Вот. Да. Эй. Не. Чего, ж так светло? И это так я не могу, когда так светло я, я не готова. Как идти с тобой домой? А я вот этих плохо знаю. И этого, и эту. Эти истории тоже домой? Нет, эти пока можно. А какие домой? Ну я же почти никого не знаю. А, ну если никого не знать, то... А, нет. Это даже незнакомым не могу рассказать. Танюша! Здравствуй, Танюша! Узнаешь меня? Мне тогда ты можешь рассказать всё. А я вот рассказывать не буду. Ну чужие истории послушаю. Танюша, как поживаешь? Чем ты поделишься? Не этим. И не этим. И вот этим тоже. Я уж про это, это, это и вот это вообще не говорю. Какая ты у нас стеснительная, Танюша. Нет. Чего ты? Да не стеснительная. А какая? Я уважаю границу. Да. Свои? Да. Мои? Как они после того, когда я эту историю расскажу, смогут находиться со мной в одном зале? Ах! Ну в одном-то купе бывает много. Ну это ж недолго. А в зале ещё быстрее. Ну уже тех историй, которые хотели рассказать, они не расскажут. А вот вы какую хотели рассказать? Я пришёл послушать тебя. А что это за история такая? Вы пришли из дома с тем, чтобы послушать её историю? Да. Давно за ней наблюдаю. То есть эта девушка вам интересна, да? В чём интересна? Ну, наши говорят, пойди посмотри, да передашь нам, что она рассказывала. А то есть это коллективная заявка? Ну да. А то, говорит, может тебя не заметят. Ну что ж, я думаю, что вы сможете рассказать о том, что она очень внимательна. А я вот решила выйти сюда на этот стул и ничего не рассказываю. Совсем? Да. А вот интересно, как они это сыграют? Да. И границы не нарушили. Ну что, может убить их? Да. Давайте-ка на это. Не, я не понял, а о нашем-то что рассказывать? Ну что видел, то и рассказывай, садись смотреть. Это была история про границы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, давайте, Семен. Заграничное, да, пришло? Всем день добрый вечер. Я Семен, как меня уже представили. Я случайно как-то здесь оказался, совершенно случайно, из-под виду. Вообще случайно. Сподвигла тоже такая, наверное, история. Увидел в Фейсбуке, что Таня отметилась, что идет на какое-то событие. Увидел в Фейсбуке, что Ксюша отметилась, что идет на какое-то событие. Увидел, что Гоша собирается идти на какое-то событие. Куда же они все идут? Ну, так вот, Фейсбук, да, вот он такой. И сегодня утром тоже общались еще с одним нашим коллегой, одной девушкой. И я попросил ее в нашей группе там сделать пост о том, что важно, ну, я там занимаюсь семейными лагерями, что важно для семьи, что вот такое какое-то семейное событие, чтобы она осветила, чтобы, ну, как-то привлечь внимание людей. И она выкладывает пост об этом событии, о сегодняшнем, которое здесь сейчас происходит. И тогда я вообще просто ничего не понимаю, потому что считаю, что какой-то рекламный пост. Все туда идут. Наверное, мне надо сходить посмотреть, что это. Вот, как-то, вот, вся история, она вот такая. Я не знаю, о чем она, но как я случайно оказался здесь, мне здесь еще. Ну да, ну так что уже полтора часа прошло, и... Извините, полтора часа присутствия на этом событии. Наверное, я подозреваю, задели какие-нибудь струны. Или не задели. Вы, это-то есть, куда вы пришли все-таки для себя? Ответили на вопрос? Пока нет. Совсем? Да, совсем. Так. Ну и ладно. Мы будем у вас выбирать на главную роль. Ну, завет. Ну, нет, мы не будем никого выбирать. Мы сейчас еще раз посмотрим просто вот спонтанную историю, где актеры сами найдут себе ролик. Какими они будут, мы сами пока не знаем, но знаем через 30 секунд уже. Кто есть кто в истории себе? Вообще, о чем эта история? Давайте. Ну, давайте. И что, и куда идти? По глазам вижу, ты идёшь туда. Туда, 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 только углы не срезай. А вот ты идёшь туда, а помпончик у тебя помят? Ой, дурак, ой, дурак, ой, дурак, ой. А мышь у тебя накормлена? Да. Что вы, как стадо какое-то, а? Глянь. А ведь где-то ещё примерно 30-40 человек шляется по Сапуховскому сельховку. Они, наверное, даже познакомились. Самой ночью мы сейчас с зонтиками. Ничего, скоро у них там дети родятся. Ну, это не скоро ещё будет. Это нормально. Скоро. Самое главное... Знаешь, как сближает? Что настолько? Да. Самое главное, чтобы это было кому зафиксировать. В больших количествах и в разных ракурсах. Это да. Вся жизнь так с селфи. Не выложил, не было. Ну, беги. А я вот ничего выкладывать не буду. Потому что я уважаю границы. И уголовный полос. Скромные, почти квадратные границы. Нет. Ну, всё-таки мы начали с того, вот вы туда идёте. Зачем? Ведь можно биться за победу. А можно забыть всё, чему я тебя учил. А можно вспомнить такое, к чему, собственно, и сам так готов не был. Он взял и рассказал. Вот интересно, как это воспринялся. Хоть бы раз ты спросил, как это воспринялся активно. Как вам это играть? Блястяще, собственно. Как всегда. А что, Леонид, остаётся вопрос, о чём всё? Все пошли. И мы пошли. Да, конечно, о нас пошли. Ну и мы. На них. Ну и вы тоже на нас. Ну, меня ж ты пригласил. Да. Вот. А меня, Надя. Я думал, это рекламный ход, и поэтому... А меня кто? Я-то что сюда пригласил? А то у меня перепостил и согласился. А-а-а... Вот, собственно, мы здесь, и что? Лучше здесь, чем в Лужнике. Или на Серпуховском. Нет, на Серпуховском. Там вообще практически мало кого знал. Не, вообще-то мне здесь нравится Если Да мне тоже Хорошо Наверное Спасибо вам за уникальность За все мои годы Это впервые Когда история рассказчика Собственно говоря Стала заключительной Не заключительной историей А стала заключительной частью Которую мы делаем обычно в конце Отвечая на вопрос О чем будет сегодняшний перформанс Благодаря вам Не забываю Вот оно и случилось Последняя ваша история стала О чем будет сегодняшний перформанс Спасибо вам Ну да, собственно говоря Вот и все Мы понашли к концу Нам невероятно приятно Что у вас хватило времени И сил по такой погоде Невзирая ни на что Вопреки Хотя, наверное, мы очень часто делаем Что-то вопреки Но вы сегодня здесь и с нами Нам очень приятно Вы поделились Кто не поделился Тот подумал про это И нам это прилетело И помогло Непременно Без этого никак нельзя Если все-таки Где-то в глубине Есть история Которую вы Еще зреют Дайте ей время Как хорошо у него Выстояться Да? И приходите в следующий раз И расскажите ей Для вас сегодня Галтеатр зрительских историй В проекте Играют только мужчины Евгений Дмитрий Алексей Галтеатр